Здравствуйте, дорогие зрители! Вести утро Карачаева Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево Черкесии облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами осадки. Дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8. В горах минус 8, минус 13. Днём 0, плюс 5. И местами 0, минус 5 градусов. На дорогах гололедица. В Черкесии облачно. Ночью без существенных осадков. Днём небольшие осадки. Дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 8. Днём плюс 1, плюс 3 градуса. Юный житель Карачаевска Осман Маршанов стал обладателем приза третьего сезона Международной детской юношеской премии Росприроднадзора «Экология дела каждого». Поздравил школьника и вручил приз заместитель руководителя Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Назир Нахушев. На награждении побывал и Алихан Лепшоков. Этот важный природоохранный проект был учреждён в 2021 году Росприроднадзором за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, посвящённые сохранению окружающей среды, а также бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Заместитель руководителя Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Назир Нахушев подчеркнул важность проведения данного конкурса для воспитания у молодого поколения бережного отношения к природе. «Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору сферы природопользования в целях популяризации экологического просвещения, экологических знаний, различных проектов, инициатив, идеи, направленных на охрану окружающей среды. В текущем году на рассмотрение поступило 78 работ из Карачаева-Черкесии, и одна из этих работ удостойна спецприза, обладателем которого стал Осман Маршанов из города Карачаевска». Назир Нахушев вручил диплом и специальный приз юному жителю Карачаевска Осману Маршанову. В своем небольшом ролике Осман продемонстрировал на своем личном примере, как сохранить природные ценности. «Важно беречь природу, чтобы она не была грязной. Многие заводы и фабрики загрязняют нашу землю». Совсем скоро будет стартовать уже четвертый сезон конкурса, и возможно, что на этот раз представители нашего региона смогут получить призовые места. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вестей Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 вместе с Муратом Джанкёзовым смотрите «Вести». Удачного продолжения дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин